Книга «Открытым оком», том 5. Тема «Потеряевка», вопрос 1492. Часто ли вам приходится переживать горечь Давида, когда едущие твой хлеб поднимают на тебя пятку? И отчего это происходит? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Когда тщательно начинаешь рассматривать происшедшее, то почти всегда приходишь к выводу, что это уже предвиделось, это проявлялось, что заранее Бог предупреждал о грозящей измене. В этих людях уже все свердело, они дули, сбрызгали грязью кулы, но еще были в одном доме. Потом из них повыперло все это, и они сбросили с себя личину христиан, и осталось сущее. Вот одно из тяжелых переживаний его разборки. Размышления и выводы. Кто восстает на устав деревни, состоящие из заповеди любви к человеку, к его бессмертной душе, любви к порядку, целомудрию, послушанию? Эти люди, если они жители православной деревни, восстают против самого своего существования, жизни в этой деревне. Им нравится широта мира, независимость от совести, от совета священника, значит, они изначально при поселении искали не духа, а брюха, то есть ошиблись адресом. Им не в радость все здесь, они бредят огурцами и чесноком Египта, они пройдут, как тень облака. Нужно молиться, доверяться Богу, Христу, Спасителю, столь великое дело, единение душ в Святом Духе. Псалом 82. А если ропотники, а эти ропотники, просто прослойка, первая волна исходящих в обетованную землю, они уходят в песок Синая. И это явление, всплески недовольных уставом любви без будущего, они объединяются, как враги Христа при его аресте. Все разные, еретики, уже православные, коммунисты и безбожники, слились в один ядовитый клубок. Да не уменится сие им на суде Божьем, да даст он сгинуть безумию из их сердец и вжи из ума. Бешенство отверженных демонов, Откровение 12 глава, вливается в творящих их хотения и дела и уподобляет падшим духам. Трансформация душ, знавших истину, чудовищных. Через 2-4 года, через 3-4 года, даже внешне их невозможно узнать. Что-то до непотребства отвратное, самодовольно глупое, сыто жующее чварство, бесстыдство и проклятие родительской жизни. Сочится и как ореол безумия, буквально дымится чернофиолетовым небом отчаяния, злобы и неисправимости. И это в явии страшно. Потерян страх Божий. И у этих есть сочувствующие. Кто отвергает принятые решения совета и священника, это сыны тьмы и мрака. Они мыслят только о земном, о плотском удовольствиях, о плотских удовольствиях и вожделениях. Строя все вот на лжи, лжи свидетельствуют на суде, превращаясь в детей дьявола. Иоанна 8, 44. Семь бессменно вошедших дьявольских духов кидают разрушенные осколки корабля на утесы зависти. Их мучает ностальгия о потерянном. И как беса не вовлекают в призрачную свободу, свободу в кавычках едва отставших от мира. Греха Малика, добивающего ослабевших, не изгладится. Старозаконие, 25 стихи, 17 по 19. Сначала кучковались на той стороне, но обрезанная гадина непокорства испускает слизь и на другой стороне улицы, где находили приют ропот и блуд. И это пройдет, все будет, иначе уже через год. Кто не изучает историю и ошибки прошлого, тот рискует повторить их снова. Это закон для всех и для нас. Дух противления, дух самости, осуждения, непокорства, плоды гордости, невежества, безумия и прежде бывших грехов. Из Египта вышло 600 тысяч, а вошло в обетованную землю всего-то два человека. Две головы, четыре или три ноги, не знаем, со скорбями и, быть может, натощак. Ропотники Иуда, 16 глава, были всегда Ниемия, 5, 1 по 6, филиппийцам, 2 глава, 14 стих, евреям, 3, 8, исход, 16, 12. И конец их всегда одинаков. Второзаконие 1, 27. Они за лорискиными пирожками, в кавычках, и утром увидите славу Господню, ибо услышал Он ропот ваш на Господа. А мы что такое? Что ропщите на нас? Исход 16, 7. Много мололи языками, роптали на Моисея и Аарона все сыны Израилевы, и все общество сказало им, ой, если бы мы умерли в земле египетской, или умерли бы в пустыне сей, числа 14, 2. На того, кто вывел нас из рабства, на раба Божия Моисея и брата его Аарона, числа 16, 11, Псалом 105, 25, Матфея, 20, 11. Ропотники потеряли все, и землю, и душу. Соберутся злодеи в кучу, и в суды пойдут, чтобы разрушить мирное житие, живущих в долине под тенью своих садов. Но праведник не убоится духом худой молвы. Когда посмотрит на врагов своих, нечестивый увидит это и будет досадовать, да сжечь зубами своими и стаит, желание нечестивых погибнет. Псалтырь, 111 глава, стихи 7 и 11. Это гнойник ропота. Этот гнойник ропота вредоносен с первого дня. Там находили приют все недоброжелатели и хулители. Заражался и дом тот. Туда сволакивали, производно слово сволочь. Сволочь. Все гордое, лживое, завистливое. И кто был в том доме, где они? Не все ли развеяны ни рукой у человеческой? Славлю тебя, Господи, всем сердцем моим. В совете праведных и в собрании. Солом 110, 1. Первый стих. История потеряевки в новом варианте, как в капельке воды, повторяет историю Израиля. Первое поколение – песок. И в одну не поддается исправлению. Слишком пропитана духом рабского Египта. Нарождаются новые. Их и будут учить на примерах исхода первых. По практике все наоборот. Кто ищет помощи внешних, жалуется на своих, тот вроде бы стал в выигрыше. Но в конце получится так. До границы выпроводят тебя все союзники твои, обманут тебя. Одолею тебя, живущие с тобой в мире. Едущие хлеб твой нанесут тебе удар. Авгий. Первая глава. Стихи 7-11. Теперь озлобившийся, соединился с эритиками, сатанистами, богоотступниками и в кавычках стал, как один из них, кавычки, закрытым. Крестный ход сокрушит твердыню Ерихона и падут обольщение волшебного искуса. Выступление в печати на радиотелевидении. Премудрость. Снадцать семь. Третья езда. Семь двадцать три. Греховное обольщение погрязших в базарном мраке и в разврате. Прелещенные независимостью, свободой от совести. Это великое постыдное хамство задрожит и затрепещет и развеется в одночасье, как Машкара. Первая Маковейская. Девять пятьдесят пять. Бог сам, Он, как Ему угодно, дарует победу достойным. Вторая Маковейская, пятнадцать двадцать один. Предупредим, Примая речь, примкнувшись к антипортивной группировке, кавычки закрыты, чтобы не телевизор пожирали, а ходили на занятия по изучению Слова Божия, читали Библию, заботились о Храме Божьем, ибо кто сходится с нечестивым, попавшим под анафему, у него одна участь с ним. Псалом сорок восемь. Пиши не только к свиньям, свинарник, но устоимляйся на трудный зов битвы с боговодчеством. Но ты уже подобен Мирозу, ибо не пришел на помощь Господу с храбрыми. Судьи пять двадцать три. Не мысли отсидеться на кухне за спиной жены в кругу детишек. Святой Максим Исповедник остался один в истине, как святой Афанасий Александрийский Феодор Студин. Исаак Далмацкий, Михей, сын Иемглая. Но победа не в силе, а в правде. Пусть я останусь один, говорит святитель Иоанн Затауст, но истины уступить не могу. И все опять повторится сначала. Новые люди с тем же возвышенным, духоносным уставом, те же заповеди. А если строить иначе, то для чего это? Будет тогда, как и всюду, пьянь и злоба, самовласть и похоть. Поселение разжижется, развалится и раздеется, повлащенное миром. Мир поглотит искорку первохристианского жития. Через год все будет иначе. Со слезами вспомнишь эту круговерть от безумия своевольных. Молись о жалких, ничтожных врагах. Подумай, где они исповедуются. Только и в захаре, в кавычках, по мощам и илей. Игнатий Лапкин, православный проповедник, город Барнаул, 16 марта 2001 года. Я потерял любимую, увы, из слез моря и реки. Уходят дни, но так и не привык. Печаль моя отныне и до века. Как ты мне отвечала на любовь, с тобой ласкаться, ладно, мы умели. В который раз я вспоминаю вновь твои глаза, что в душу мне глядели. Тебя я гладил нежно по спине. Ты целовала руку мне и нежно вся отдавалась мне и только мне. Печаль моя поныне, как и прежде. Ничто не вечно в мире под луной. Всю землю возвратится паки-паки. Сегодня смерть пришла, но не за мной, а за моей любимой собакой. 11 апреля 1998 года. Игнатий Лапкин.